Как обезопасить покупку квартиры после отмены штампов о браке в паспортах? Привет, друзья! С вами юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Ну что, начинаем? Как нам совсем недавно стало известно, обязательное поставление штампов о браке в паспорте отменили. И многие эксперты и покупатели недвижимости забили тревогу, что теперь продавец их сумеет обмануть. Но это далеко не так. Итак, при покупке квартиры нужно нотариально удостоверенное согласие супруга-продавца на продажу недвижимости. Либо заявление об отсутствии брака или приобретение квартиры вне брака. Многих людей беспокоит, что с исчезновением штампов о браке в паспортах может увеличиться количество квартирных афер. Правительство России выпустило новое постановление, согласно которому граждане теперь не обязательно иметь в паспортах штамп о браке детях. Теперь они могут быть проставлены исключительно по желанию. В связи с этим юристы не исключают волну квартирных афер, поскольку собственник жилья может продать недвижимость, не поставив в известность супруга. При покупке квартиры нужно брать у продавца нотариально удостоверенное согласие супруга о том, что партнер ничего против сделки не имеет. Либо же продавец должен дать саморасписку, также нотариально удостоверенное о том, что недвижимость куплена вне брака. Я объясню, что совершенно не обязательно получать какое-либо подтверждение того, что человек не женат или не замужем. Данную информацию в этом случае как раз должен проверить нотариус, когда будет заверять заявление об отсутствии брака. Оба этих документа, либо согласие супруга, либо заявление об отсутствии брака предоставляется при заключении сделки с недвижимостью и сейчас. Не думаю, что с отсутствием штампа о браке может что-то измениться, а уже получить реальное подтверждение о том, что человек не женат – работа нотариуса. Дорогие друзья и подписчики канала, хочу напомнить, что вы всегда можете обратиться ко мне перед покупкой недвижимости. Я проведу соответствующие проверки продавца на предмет его долговой нагрузки, возможных судебных решений, текущих судебных делопроизводств, банкротства и так далее. Проанализирую документы и дам вам юридическое заключение с рекомендациями заключать сделку или отказаться. А мои контакты вы найдете в описании к этому видео по ссылке. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok